Универ-Ньюс приветствует всех, кто готов узнать о последних новостях и любопытных подробностях из жизни Казанского университета и за его пределами. С вами Аделя Шамилова, начинаем наш выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Новейшие лаборатории и реанимационные палаты открыли свои двери для официальных лиц Казани. С какой целью университетскую клинику Казань посетили депутаты, министры и руководство КФУ расскажет Елизавета Евтифеева. Главный врач университетской клиники Казань Альмира Абашев представил официальным лицам Республики Татарстан и представителям КФУ во главе ректора Ишата Гафурова отремонтированное помещение клиники. Среди почетных гостей министр здравоохранения Республики Татарстан Адель Вафин, депутаты Госсовета Республики Татарстан и депутат Госдумы Российской Федерации Фатих Себегатуллин. Обход по клинике начался с приемных, где Альмира Абашев обозначил, что все сделано для комфорта и удобства как для врачей, так и для пациентов. Коридоры и кабинеты расположены таким образом, что обследуемые и специалисты клиники не мешают друг другу. Также были продемонстрированы палаты медицинской помощи, современные операционные и реанимационные палаты. А в честь Дня медицинского работника в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ состоялось торжественное заседание, где ректор КФУ Ильшат Гафуров поздравил работников медицины с профессиональным праздником. Поэтому я тоже хочу всех вас поздравить с этим профессиональным, замечательным праздником, пожелать всем нам удачи и сказать, что мы с вами на верном пути. Поскольку путь оказания, содействия, продления жизни, улучшения в целом качества жизни нашего населения – это самый благородный, самый хороший путь, который может себе пожелать любящий себя и свое окружение человек. Берябленцы, сэнэксалопцызгар, зонгумэр и вайлябахэтэ. Пусть никогда вас не постигает горе отдельно взятой семьи. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. Ученые всего мира продолжают изучать агро- и биотехнологии. Теперь же исследования получат развитие и в Казани. Какую роль в исследованиях сыграют ученые Казанского федерального, узнаем прямо сейчас. 17 июня Ильшат Гафуров подписал соглашение, открывающее новые перспективы совместных исследований. Ректор КФУ обратил внимание зарубежных коллег, что в Татарстане в качестве приоритетных научных направлений исследований обозначены медицина и агротехнологии. Теперь же исследования получат развитие и в Казани. Георг Шпренгер согласился с возможностью формирования на базе КФУ совместного исследовательского центра. Подписывая документ, ректор КФУ выразил уверенность, что соглашение уже в ближайшее время будет наполнено реальным содержанием. Тем более, что начало тому уже положено. Адель Шамилова, Универ Ньюс. С 21 по 23 июня в Институте геологии и нефтегазовых технологий пройдет второй международный семинар-конференция «Теоретические методы увеличения нефтеотдачи. Лабораторные исследования, моделирования и промысловые применения». 21 июня в Казанском федеральном университете пройдет второй международный семинар-конференция «Теоретические методы увеличения нефтеотдачи. Лабораторные исследования, моделирования и промысловые применения». Сегодня у нас началось ряд мероприятий, которые посвящены конференции по термическим методам увеличения нефтеотдачи, которая стартует с 21 июня. Официальная программа стартует с 21 июня. Но мы решили не ждать начала. И вот сегодня, 19 июня, у нас проводятся лекции известных специалистов в области термических методов увеличения нефтеотдачи. Уже с 21 начинается конгресс, на который приехало более 150 участников, практически половина из них из-за рубежа, из ведущих университетов. И эта конференция проводится при поддержке крупных российских нефтяных компаний. Данный семинар конференции – это отличная площадка для обмена опытом и представления самых последних результатов ведущими специалистами из нефтяной индустрии, университетов и научных центров. «Для Казанского Союзного Союза эта конференция очень важна, поскольку одно из стратегических направлений является как раз нефтедобыча, нефтепеработка, нефтехимия. Эта конференция посвящена, так сказать, новым методам повышения нефтеотдачи, которые сейчас активно развиваются в мире, и Казанский университет активно работает и имеет проекты в этой области». Официальное открытие состоится 21 июня в зале Попечительского совета Казанского федерального университета. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз. Насколько реально за считанные минуты раскрыть секреты успешной карьеры и предупредить о сложностях профессионального пути? Герои нашего следующего сюжета уже знают ответ на этот вопрос. Узнай ты. Лично познакомиться с самыми успешными выпускниками Казанского университета стало проще, чем кажется. Именно поэтому интерес студентов к серии мероприятий «Мост» продолжает стремительно расти. Воочию увидеть именитых специалистов, задать все интересующие вопросы и получить ценные советы ребята смогли на третьей встрече с успешными выпускниками Казанского федерального. Это просто бесценная возможность для студентов познакомиться с такими интересными людьми. И тем более, когда эти люди готовы делиться своими знаниями, делиться своими контактами. Уже по традиции организаторы пригласили гостей из разных сфер, которые особенно сильно интересуют современную молодежь. А именно бизнес, творчество, кино и наука. Например, первое выступление Радмилы Хаковой, выпускницы факультета журналистики и автора книг «147 свиданий» затронуло опыт достижения успеха в творческой профессии. А презентацию своего кейса Радмила посвятила обязательным составляющим карьеры писателя. А далее следующий выпускник КФУ, обучившийся на экономиста Михаил Чернов, рассказал, каким сложным бывает путь в большой бизнес. Очень интересный формат. Честно говоря, я думал, будет меньше слушателей. Это превзошло мое ожидание. Мне было не только интересно выступить, но и интересно послушать других выпускников. Очень достойный формат. Продолжила встречу арт-директор кинотеатра «Мир». Альбина Нафигова поделилась простой, но очень мудрой схемой для успешной работы в киноиндустрии. Кино очень живой на самом деле организм, я считаю. Там очень много людей, которые в принципе не заканчивали, например, или не сразу пришли в кино. Чтобы быть режиссером, там молодых вообще не берут. Говорят, наберитесь жизненного опыта. Очень многие даже из-за этого поступают на актерское, вот как Кирилл Плетнев, а уже потом становятся режиссером, потому что слишком молодым его не взяли. Завершил встречу Михаил Варфоломеев, химик и председатель Ассоциации молодых ученых КФУ. Единственный, кто работает в стенах родного университета и является настоящим патриотом родного института. В своем докладе спикер затронул ценность обмена опыта между странами. Мне кажется, что у нас есть успешная научная группа и научные направления, которые мы сейчас развиваем. Есть определенные достижения в науке и есть определенные достижения в общественной деятельности. Сейчас я возглавляю Ассоциацию молодых ученых Казанского университета. До этого мы занимались проблемами молодых ученых на городском уровне. Не возводить стены, а прокладывать мосты – так звучит основной девиз проекта. Посетить данное мероприятие желающие смогут еще не единожды. Мост планируется к проведению в каждый квартал года, чтобы прочно укрепить связи между поколениями людей, учащихся в Казанском федеральном. Аделья Шемилова, Владислав Михневский, Универньюс. Этнографический музей является одним из старейших музеев России. Коллекция музея дает яркое и полное представление о традиционном аспекте жизни народов в Российской империи. 19 июня состоялась выставка, посвященная теме шаманства. Мероприятие подвело итоги конкурсной работы среди студентов кафедры музеологии. О всех подробностях расскажет Аурелия Сташкова. 19 июня состоялась выставка, посвященная теме шаманства. Мероприятие подвело итоги конкурсной работы среди студентов кафедры музеологии. Все музейные предметы были собраны студентами Казанского императорского университета. И мы чувствовали себя преемниками и продолжателями их дела. Шаманские костюмы – это целый мир, отображение вселенной, в которой живет шаман. Здесь каждая деталь имеет значение. Ленты, бескровные жертвоприношения духом, изображение из латуни и железа, защита. Изображение животных – благодарность. Точный возраст экспонатов узнать очень сложно. Большинство из них относятся к середине XIX века. Была предложена тема – традиционные вегеры и народы в Сибири, в центре которых, конечно же, находятся знаковые фигуры шамана. Все студенты молодцы, все, кто участвовал, они действительно в будущем будут постребованы квалифицированными профессиональными работниками. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Еще больше подробностей самых интересных студенческих событий вы можете увидеть в наших социальных сетях. С вами была Аделя Шамилова. До новых встреч.